12 апреля 1961 года советский космонавт Юрий Гагарин на космическом корабле «Восток-1» стартовал с космодрома Байконура и впервые в мире совершил орбитальный облет планеты Земля, который продлился 108 минут. Уже через месяц после этого исторического события Гагарин приехал в Сочи. Как известно, первый космонавт посадил на курорте Гималайский кедр и магнолию в парке Ривьера. 16 мая Юрий Алексеевич посетил дом музея Островского. В книге отзывов музея сохранился автографы, фотографии с почетным гостем. Посмотрел наш музей и сказал, что вот когда в юности, в школьные годы, он читал роман Островского с большим интересом, и потом образ Павла Корчагина помогал ему в самые тяжелые минуты в его жизни. Их, конечно, было много. Выставка интересна тем, что она дает нам возможность снова вернуться вот в те годы, 50 с лишним лет назад. Для нас это как воспоминание, а для молодых людей это знание. В экспозицию выставки «Космонавт номер один» из фондов Московского мемориального музея космонавтики вошли фотографии, посвященные непосредственно Юрию Гагарину. Первый космонавт планеты запечатлен в разные моменты жизни. В последние минуты перед стартом и во время игры в хоккей на трибуне Мавзолея и на отдыхе в Сочи с коллегами и семьей. Автор фотографии Борис Смирнов, штатный фотограф Центра подготовки космонавтов. Фотовыставка «Открытый космос» посвящена еще одному знаменательному событию – выходу в «Открытый космос», который произошел 18 марта 1965 года. Его совершил советский космонавт Алексей Леонов, полет которого вместе с Павлом Беляевым на космическом корабле «Восход-2» продолжался чуть более суток. Свободное плавание Леонова в космическом пространстве длилось 12 минут 9 секунд. Дополняют фото-выставку уникальные документы – акт о продолжительности пребывания летчика-космонавта Леонова вне космического корабля «Спутника», а также доклад подполковника Леонова о полете на корабле «Спутнике «Восход-2». Выставка в музее Островского будет работать до 12 сентября.